И снова здравствуйте! На прошлом уроке мы говорили о ситуации, когда я делаю 6 бросков в корзину. Мы знали вероятность попадания при любом броске и хотели найти распределение вероятности попадания мною в корзину при k-бросках. Мы определили случайную величину х, как количество бросков, при которых я попадаю в корзину. И в прошлом примере я поняла то, что здесь уже математика становится немного сложнее. Вы имеете дело с произведением 0,7 на 0,3 в пятой степени и т.п. Т.е. вычислять теперь стало труднее, и если вы имеете дело с подобными числами, лучше для вычисления использовать Excel, а не калькулятор. Вы увидите, что Excel – это мощный инструмент для теории вероятности и статистики, и вообще для многих типов симуляций. Итак, посмотрим. Предположим, я выполню… обозначим это через n. Я сделаю 6 бросков. Вероятность попадания при каком-нибудь броске равна 0,3. Это то, что мы делали на прошлом уроке. Вероятность промаха… Вообще-то давайте я напишу это поподробнее. Вероятность попадания равна 0,3. Вероятность промаха… я напишу, чему она равна, только вместо того, чтобы писать просто 0,7, я напишу ее как зависимую от первого значения. Итак, записываем полностью формулу. Это равно 1 минус… а затем выбираем вот эту ячейку. Это равно 1 минус вероятность того, что я попала в корзину. И вот видите, вероятность автоматически считается. Она равна 0,7. Давайте я увеличила это немного. Так будет легче читать, потому что на Ютубе это станет совсем маленьким. Классная функция. Если мы хотим посмотреть, что произойдет, когда здесь будет 0,2, то внизу автоматически получится 0,8. Так что это здорово. Давайте вернем прежнее значение 0,3. А теперь в несколько строк введем значение, чтобы можно было найти вероятность того, что наша случайная величина х равна 0. Ну, или одному попаданию, или еще чему-то. Итак, предположим, что k… назову эту строку именно так. Это количество бросков, при которых я попаду в корзину. 0,1,2,3,4,5,6. Вам сейчас не видно шестерку, поэтому я немного подниму доску. Вот так все видно. Затем нам нужно вычислить биномиальный коэффициент. А вообще-то давайте сначала сделаем вот что. Пусть в этом столбце будут значения вероятности каждого из этих случаев. Случая, когда не было попаданий, случай, когда было 3 попаданий и т.д. То есть здесь будет вероятность попадания, попадания в корзину при броске. Я попаду, если сделаю k-бросков, умноженных на вероятность промаха. Так, если я попаду при k-бросках, то при скольких бросках промахнусь? При n-k… Я не пишу здесь никакой загадочной формулы в Excel. Я просто пишу что-то вроде обозначения, которое, надеюсь, поможет вам догадаться, о чем идет речь. Т.е. тут будет значение вероятности внизу. Например, в этой ячейке будет значение вероятности любого особенного случая, когда у меня будет 3 попадания и 3 промаха. А затем вам понадобится биномиальный коэффициент. Сейчас все выглядит довольно запутанно. Итак, вам понадобится значение из n выбрать k. По сути, значения в этом столбце означают, какова вероятность… Вот, например, эта ячейка. Попадание при первом и промах при следующих 5 бросках, или промах при первых 5 бросках и попадание при последнем. Вероятность для этих двух случаев будет одна и та же. Ведь все равно будет одно попадание и 5 промахов. А в этой ячейке будет количество различных способов, которыми я могу один раз попасть при 6 бросках. Вот почему здесь нужно выбрать 1 из 6. Здесь k равно 1, n6. А в следующем столбце мы можем посчитать, какова вероятность того, что наша случайная величина равна k, то есть одному из этих значений. Все это для вас выглядит необычным, но это то, чем мы занимались на прошлом уроке, когда я использовала программу рисования на экране. Для тех, кто интересуется, скажу, что это всего лишь Microsoft Paint, потому что я получила кучу писем и устала повторять, что это Microsoft Paint. Какова вероятность того, что я ни разу не попала в корзину при 6 бросках? В этой ячейке именно об этом и говорится. Она будет равна вероятности попадания. Здесь я вставлю значок доллара. Это что-то вроде закрепления значения этой ячейки. Равно вероятности попадания в степени k умножить на вероятность промаха. Вставлю сюда значки доллара, тогда здесь будет подставлено значение этой ячейки. Вероятность промаха в степени n-k. В этом случае это было бы в 6-й степени. Ведь я промахнулась бы при 6 бросках. Возьму это в скобки. После подсчета происходит переход сюда. Это вероятность того, что я, например, попала в корзину при первом броске и промахнулась при следующих 5. Или это могла бы быть вероятность того, что я при первом броске промахнулась, при втором попала, а при остальных 4 промахнулась. Любая из этих ситуаций. А сколько таких ситуаций может быть здесь, при k, равном 0? Это из n выбрать k. То же самое, что мы делали прежде – весь набор факториалов. Теперь я запишу выражение для вычисления биномиального коэффициента в Excel. Это факториал числа, из которого мы выбираем, т.е. сколько бросков будет выполнено. И в Excel есть такая функция – факт. Итак, берем факториал 6, делим его… поставлю скобочки… факториал k умножить на факториал n. Вот это значение n умножить на факториал n-k. факториал n-k. Не помещается на экране… n-k. Вначале скобки уже ставились, поэтому в конце скобочка удваивается. А здесь, чтобы зафиксировать значение ячейки, нажму f4. И вот что получается. В этом случае есть только один способ выбрать ноль бросков из шести. Вот что значит это число. Тогда вероятность того, что случайная величина равна k, или в данном случае, что я ни разу не попала в корзину, равна вероятности одной из конкретных возможностей промаха при шести бросках умножить на количество таких возможностей. Итак, это вероятность промаха при всех бросках. И в Excel есть такая замечательная возможность. Сейчас мы выделим эти три ячейки, переместим курсор в правый нижний угол, и вот все значения автоматически посчитаны. Это здорово, потому что биномиальные коэффициенты уже найдены. Вот здесь из шести выбрать 3, правильно? n равно 6, k равно 3. Из шести выбрать 3 равно 20. Тяжело смотреть на эти цифры, поэтому давайте используем богатые возможности Excel, чтобы построить график распределения вероятности. Итак, сейчас я открою окно «Insert chart». Я всегда как-то неумело вставляю диаграммы, так что посмотрим, что получится. Данные нужно. Выбираю данные для оси Х. «Next». Вот они. Вот «Next». Не хочу больше ничего на диаграмме, надписи мне тоже не нужны. Так, хорошо, думаю, готово. Можно «Finish» нажимать. Не хочу что-то слишком необычного. Увеличу рисунок, чтобы вы его тоже видели. Сейчас. Вот так, отлично. Правда, шрифт великоват, но сама идея вам понятна будет. Это дискретное распределение вероятности того, что при 6 бросках было k попаданий в корзину. Это основано на том, что вероятность попадания в корзину при любом броске равна 0,3. Давайте посмотрим, смогу ли я сделать так, чтобы диаграмма изменилась. Хотя, конечно, нет никакой гарантии, изменится ли она, если я введу значение, например, 0,2. Давайте посмотрим. О, изменилось, отлично! Сейчас подниму. Итак, если вероятность попадания при свободном броске равна 30%, то вот такое будет распределение вероятностей. Дискретное распределение вероятность попадания при k бросках. Вот это вероятность промахов при всех бросках. Думаю, приблизительно это равно… А, здесь даже написано сколько? Примерно 0,12 или 12% вероятность промахов при всех бросках. Вероятность попадания при 4 бросках равна всего лишь 6%. У меня там маленькая подсказка есть, вам она не видна. И после того, как мы установили здесь значение, мы можем его менять. Например, если вероятность попадания была больше, то диаграмма выглядела бы симметрично. То есть вероятность попадания при 4 бросках была бы равна вероятности попадания при 2 бросках. Если я мастерица попадать в корзину, вероятность попадания при любом броске была бы равна 80%, тогда распределение выглядело бы вот так и сместилось вправо. Но я просто хотела показать вам, как удобно использовать Excel для нашего примера. Надеюсь, для вас это не слишком пугающе получилось. Другой пример. Это все примеры биномиальных распределений. А я хотела бы показать вам пример, который, возможно, больше относится к повседневной жизни. Вероятности попадания и промаха не равны друг другу, они меняются. Если бы они были равны, то у вас была бы следующая ситуация. Предположим, что вы очень слабый игрок в баскетболе, и вероятность попадания вами при любом броске равна 10%. Тогда вероятность промахов при всех бросках будет очень велика. Она будет равна 53%. А вероятность того, что вы попадете один раз равна 35%. И так далее. Но это очень интересно и удобно. Это своего рода игрушка. Надеюсь, у вас достаточно информации, чтобы сделать ее самим, поэкспериментировать с другими значениями. Например, что будет, если n будет больше 6. А вообще, может, я сделаю это на следующем уроке. До встречи! На сегодня все! Пока. 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 Продолжение следует...